Начинаем! Привет, ребят! Доброе утро, Рыбакит! Или просто утро, Рыбакит! Сейчас начинается. Вы на Инстаграм. Канал Рыбакит. И меня зовут Ваня. И сейчас я рисую кошечек. Разных кошечек. Начнем с самой легкой кошки. Возьмем оранжевый мелок. Я рисую гелевыми мелками. Вы можете рисовать просто масляной пастелью. И рисуем тигра. Кошечка-тигр. Я рисую кошачьих. И я рисую тигра вот так. Вот он вот такой будет. Это его голова большая. Теперь его тело так рисую. Я рисую сначала просто тело. Вот так оно выглядит. Такое тело. У него хвост будет вот сюда спущен. И вот так лежать будет здесь вниз. Вот так вот. Отлично. Теперь две лапы. Одна лапа сюда. Вторая лапа вот здесь будет идти. Вот так я ее рисую. И задние лапы тоже рисуем. Пузико можно нарисовать. И тигра будем нарисовать по-настоящему у нас он получится. Смотри. Все нарисовали. Все нужные части тела. Нарисовали только уши. Уши. И можно начинать раскрашивать. Раскрашиваем тем же самым мелком. Прям продолжаем. Рисуем. Так. Что я... Сначала покрасим всего тигра. Я рисую его. Крашу очень легко. Вот так вот. Не стараясь особенно. Но мне хочется для детей нарисовать простые рисунки. Чтобы твой первый рисунок твой первый тигр у тебя вышел и сразу получился классным. Из-за этого я упрощаю рисунок. Но он получается такой же здоровский и бодрит. Когда ты на него смотришь, думаешь оу, классный тигр. Сейчас мы еще добавим черного. Лапки нарисуем. Вот так. Рисуем, рисуем, рисуем. Теперь здесь рисуем вот эту лапку. Здесь я закрашивать не буду. Это его будет грудка. Вот так получается. Так и так. А теперь мордашку. Мордашку лучше всю не закрашивать. Потому что здесь у него будет беленькая мордашка. Здесь вот у него будет оранжевая. А здесь глаза будут вот так влезут. Глаза. Два глаза влезут. И по бокам у него тоже такой какой-то белый такой подшорт так будет. А ушки тоже немножко оранжевые, немножко черные будет. Вот такой тигр у меня получился. Это затравочка на начало. Вот мы его нарисовали. Такой тигренок. Нет, у меня будет настоящий большой тигр. Потому что я возьму сейчас черный цвет. И черным цветом. Но сначала возьму зеленый. Так как мы настоящие с тобой художники. Мы знаем, что у него зеленые глаза. Или желто-зеленые. Я думаю, у тигров тоже бывают разные глаза. Мы сразу добавим зелененького. Это сразу будет интересно. И начнем с глаз. Самого главного чтобы видно было, что наш герой очень четко, хорошо видит. Вот он. Он такой. Здесь бровки нарисуем сразу. И обведем глазки. У тигров глазки обведены такие яркие, сочные. Они четко видны. Здесь носик нарисуем. И улыбочку нарисуем нашему тигру. А теперь будем рисовать полоски. Весь тигр он в полосках. Полоски рисуй так, как тебе хочется. Вот я вот так полоски. Я знаю, что у тигра разные полоски и разные тигры с разными полосками. Мы рисуем просто какого-то не определенного тигра, а какого-то мне нравится. Здесь у него неровности, шерстка. А теперь здесь полоски. Смотри. Одну маленькую, другую большую. Одну маленькую, другую большую. Одну внизу, другую внизу. Вверху рисую я вот так вот. Здесь на попке закручается. Вот так. Здесь можно рисовать ему такие когти. Сразу по четыре когтя нарисуем. И продолжаем полосочки. Полосочек много. Рисуем, 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 рисуем. И, конечно же, весь хвост у него тоже в полосочках. И очень легко рисовать полосочками, потому что действительно не нужно стараться сильно. Но получается здорово. Именно полосатость вся берет весь внимание. Все внимание берет. Здесь можно точечки поставить. И сразу всем становится ой, тигр, ты такой веселый. Конечно, к тигру проходить не стоит. Но все-таки нарисовать его даже очень можно. И очень просто нарисовать. Вот такой тигр. У нас он получился очень просто. И довольно веселенький. А смотри, мы добавим еще зелени. Он живет в разных тепловых и в разных странах. Живет в разных... И в лесу живет, и еще где-то бегает. В горах, в тайге живет. А вот мы сейчас нарисуем ему просто травку. Не особенную какую-то. Просто травку, чтобы у нас было очень красиво на него смотреть. Побольше травки рисуй. В разные стороны. И нарисуй даже ему маленькие цветочки где-то. И это будет прям няшный тигр. Няшный, няшный тигр. Спасибо, что я вижу ваши такие яркие сердечки. И это меня радует. Я продолжаю рисовать для вас. Сегодня я буду рисовать все утро. И буду называть утро рыбакит. Смотри, что я делаю. Я теперь размазываю. Утро рыбакит продолжается. Я нарисую сегодня кошечек побольше. И как ты заметил, это будут не просто кошечки, а какие-то экзотические кошечки кошачьи. Вот такие вот кошачьи. Мне кажется, они веселые. И с утра хочется нарисовать что-то такое простое, но милое. Кошачье. Такой вот котик. Мой котик мне нравится. Если ты нарисовал, то обязательно поделись в сторис. Я как говорю, что это еще один способ стимулировать ребят. Если ваш сын нарисовал какой-то рисунок по рисункам рыбакит, обязательно поделитесь. Я его репостну. Он попадет в сторис и захочет еще что-то нарисовать. Вот такую полноценную картину. Можно нарисовать. Тигр прям стоит. Там дальше облачка. И все очень-очень-очень красиво. Рисуем. Радуемся, как я говорю. На утро рыбаки. Сейчас я нарисую еще одну кошечку. Следующая кошечка вероятно будет леопард. А потом и льва я нарисую. И даже рысь меня просили. И я ее тоже нарисую. Ребят, я ставлю паузу. Кат. Легко найти по сторис, что я сегодня рисовал. И после этого в эфире это сохранится целые сутки. А после этого на ютубе можете пойти и посмотреть. Всем хорошего настроения.